Сегодня у нас 27 августа. Обеденное время как раз. 27 августа. Какой день недели? Кажется, суббота. Обеденное не только у людей. Вот такая вот чудесная провинциальная сцена. Сколько бабочек забралось. У них обеденное время. Боже, сколько их тут. Забыл, какие они называются. Довольно известные бабочки. Они как хлопья сажек. Привет! Вкусно, да? Нектар грушевой. Есть ли у них слух? Нет, слуха у них нет. Путем эксперимента научного мы установили, что у бабочек слуха нет. Я вспомнил о том, как ученый установил, что уши у таракана находятся в лапках. Эй-эй! Эй-эй! Красавец! Учуял меня. Не хочет крылья раскрывать. Ну, раскрыли крылышки. О! Какая очаровательная пара ухаживания. Осладились зрелищем. Такое редко встретишь. Острый запах падалок. Кислый такой, кислый. На маленькие вороны иногда это все похоже. Ну, посмотрите. Одним глазом на велосипед. Фото тут их целое гнездо. О! А зрение у бабочек есть. Точно. Слуха нет. Зрение есть. Поехали. Так анекдот про таракана. Ученый. Посадил таракана на стол и хлопнул в ладоши. Таракан побежал. Это первый опыт. Второй опыт. Ученый оторвал таракана лапки, посадил на стол и хлопнул в ладоши. Таракан не побежал. Отсюда вывод. Органы слуха у таракана находятся в лапах. Очевидно. Заедем мы на Крестерову горку. Таракан выгорает немного трава от жары. Сегодня временами пасмурно, но жара чувствуется. Дуб гунали. Пиктильки. Ну да, все-таки выходной. Шелки, блин. Гал стоял. Да. Образно говоря, доедают. Публика доедает самый сладкий кусочек лета. Последний доедает. Со вкусом. Надо его доесть, не торопясь и с наслаждением. Этот кусочек лета последний. А потом еще будет осенний тортик. Тоже неплохой. Весьма своеобразный, но неплохой. Сейчас поищем наш опус. Где-то он тут должен быть. Эпикурейские размышления с утра. Из записок велосипедиста. Можно так сказать. Эпикурейские мотивы. Когда я умру, я не буду сильно по себе плакать. Да и как вообще это можно себе представить? Я сижу и плачу над своим несчастным, недвижным телом. Впрочем, нашему воображению по плечу даже и не такое. Надо признать, что наше воображение слишком уж смело. Как ты можешь плакать и ужасаться, когда тебя уже нет. Ведь получается так, что несмотря на то, что тебя уже нет, ты еще есть и ужасаешься тому, что тебя уже нет. Просто какой-то бред. Какая-то странная дикая смесь. Разве логика в этом есть? Никакой. Поэтому вместо мыслей абсурдных лучше рекомендовать полный душевный покой. Умян был Сократ. Умнее нас, как минимум, востократ. Мыслил он так глубоко, что нам даже такое не приснится. И вот однажды он сказал, что человеку лучше было бы не родиться. Трудно с этим поспорить. Просто блестящая аксиома. Сидишь у тебя в небытие, в тишине, в покое. Словно отдыхаешь дома. И вдруг тебя вытаскивают из уютного места на этот свет. А ты отбиваешься, плачешь, кричишь. Нет, нет, нет. Да, 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 говорит судьба. Твое мнение никому здесь не интересно. Приходится подчиниться. Хотя очевидно, что все это очень нечестно, несправедливо, обидно, нехорошо. Ведь никто не спрашивал твое мнение. А просто взяли и поставили перед фактом. Нет, бы дать время на размышления. Подрастая и набравшись опыта, замечаешь, что в окружающем мире обстановка сложная. Говорят и пишут одно, а думают и делают совсем противоположное. Много шумят и вечно спорят, и все совсем не согласны. Все непрерывно чего-то хотят и по преимуществу несчастны. Но если не попасть в широкие сети всяких там ложных систем убеждений, то можно как-то устроиться и жить не без маленьких наслаждений. Человек вообще мало способен наслаждаться. Поэтому он предпочитает не быть, а казаться. Для этого он рядится в какие-то невообразимые одежды, делает татуировки, покупает всякие штуки, в общем удивляет цвет. Только для того, чтобы доказать другим, что он поразительно счастлив, а они нет. Наш друг Эпикур призывал все делать для себя, избегать понтов. Думаю, это слово существовало и в древнегреческом. Но как оно там звучало, я сказать сейчас не готов. Высоко ценил он и дружеские отношения. То есть отношения без прицела на выгоду, без заимствования, без заискивания и подношения. В общем, сегодня подумалось как-то так. Ладно, поеду кататься. Не плевать на все, вообще бардак. Привет. Испугались? Клопы. О боже. О боже, какие дитрыцы. Я не был готов. Честно говоря. Ух ты, что я здесь вижу. Это я по-средски подымаюсь. Еду я на соломинку. Решил сегодня. Так. По-средской. Ради разнообразия. Ехать. Тут, оказывается, реставрирует фасадность. Бывшая, может быть, и нынешняя музыкальная школа. Вот это храм. Бывает нечто сделанное казенное, а оказывается, при всей своей некрасивости, может быть, очень внушительно. Безобразно красиво, скажем так. Вот это вот, блядь, отвратительно красиво. Так не надо. Боже. Такой типичный сталинский имперский проект. Фух. Скорее всего, послевоенный. Срава после войны такое могли только задумать и осуществить. Ну, пока бы в Сиренуше такой дух победителя. Фух. Чего? Не построить, как в Древней Греции. Храм, муз, все. Взяли, построили. Никакой застенчивости. Никакой застенчивости. Не на кого нам смотреть, не на с кем считаться. Мы сами себе голова. Поэтому вот в том духе было что-то такое. Ну, я с вами. Все-таки получилось чертяки. Не буду проверять или проверю год постройки, если он указан. Я попробую. Это не музыкальная школа. Хотя вот, согласно эмблеме, это нечто такое просветительское там же. Раскрытая книга на фоне лиры. Ладно. Не будем гадать. Вот то, что нам предлагает вики-маппе информация. Дворец культуры Киевского завода шампанских вин. О-о-о-о! Так тут вдохновению еще примешалось шампанское. Боже, как все тут романтично. Директор завода подарил любимой женщине это заведение. Этот дворец. Она, наверное, у него любила музыку. Он сказал, Зоя, я построю тебе дворец. И там будет, при нем будет на постоянной основе музыкальный коллектив. Будем с тобой ходить. Как сложилась судьба этой пары? Ну, шикарный подарок. А что не может директор завода шампанских вин? Он может все. На то время он мог все. Это был полубог. Когда шампанского было мало. Но ценить его умели. После войны. Это был полубог. Вот не знаем мы имя этого полубога. История это вовсе не придумал. Никакой здесь фантазии. Это абсолютно реальность. Так ино и было. Я чувствую. Подарить такой дворец любимой женщине. Вот куда надо водить экскурсии по Киеву. И рассказывать эти сказки про шампанские вина. А заодно тут. Тут же рядом шампанские вина. Вот уже. Сейчас мы подъедем. А заодно и заходить в магазин при заводе и покупать бутылочку чудесную. Это может быть финальная фаза экскурсии по Киеву. Я ошибся. Я проскочил уже. Завод шампанских вин. Вон там был позади нас. Мне уже возвращаться к нему не стоит. Посмотрим в том направлении. Проехали. Не будем возвращаться. Скоро поворот.